Добрый день, уважаемые коллеги. Да, хотелось бы вам представить два клинических случая лечения пациента, в котором в рамках научно-исследовательской работы была проведена комплексная гериатрическая оценка. Первый пациент 68 лет с заболеванием верхнеампулярного отдела прямой кишки СИТ-3НХМ1 с метастазами в печени. По поводу данного заболевания пациенту была проведена и до сих пор проводится первая линия полихимиотерапии по схеме Фулфокс. Пациент получает лечение в полном режиме, на данный момент проведено 7 циклов химиотерапии и никаких осложнений не наблюдалось. По данным последнего контрольного обследования у пациента незначительное уменьшение метастазов в печени, в остальном картина стабильна. Пациент является инвалидом третьей группы, по образованию слесарь, работает сторожем на заводе, курит 20 лет, по 15 сигарет в день, индекс массы тела 27, женат. На лечение всегда пациент приходит самостоятельно. За время проводимого лечения возникали небольшие конфликтные ситуации, связанные с невыполнением рекомендаций лечащего врача. Например, однажды, даже неоднократно, пациент являлся на лечение без необходимых обследований и без документов, несмотря на то, что каждому пациенту перед каждой госпитализацией выдается приглашение на госпитализацию, в котором указана дата, время необходимого, когда необходимо явиться, какие должны быть обследования и документы. И также возникала конфликтная ситуация из-за просьбы врача перенести на прием амбулаторную карту. Пациенту была проведена комплексная гериатрическая оценка. По данным опроса пациент жалуется на тугоухость слева, нарушение зрения, использует очки, съемные зубные протезы, ортопедическую обувь. Комплексная гериатрическая оценка была проведена по следующим шкалам. Это краткая шкала психического статуса, тест рисования часов, гериатрическая шкала депрессии, активность повседневной жизни, повседневная инструментальная активность, краткая шкала оценки питания, способность выполнения основных функций, визуально-аналоговая шкала. Результаты обследования представлены на слайде. По результатам можно сказать, что у пациента вероятны когнитивные нарушения и снижение инструментальной активности. Второй клинический случай – это пациентка 71 года с первичным множественным метахронным заболеванием. Болеет она с 1994 года. У нее был первоначальный рак щитовидной железы, затем рак левой молочной железы. И на данный момент она лечилась по поводу рака яичников. Пациентке в октябре 2018 года выполнила лапаротомия, экстрапация матки с придатками, аминтектомия. Затем с октября 2018 года по февраль 2019 года пациентка получила 6 циклов адевантной полихимиотерапии по схеме ТС. Дозы препаратов были редуцированы на 25% с учетом возраста пациентки. По данным контрольного обследования признаков рецидива не наблюдается. Пациентка инвалид второй группы, учитель математики, курит на протяжении 53 лет по одной пачке в сутки. Индекс массы тела 26, вдова. Она раздражена, огрызается, неуважительно относится к медицинскому персоналу, нарушает санэпидрежим, не выполняет рекомендации лечащего врача по поводу выполнения обследований и подозревает в них корыстный умысел. Пациентке было рекомендовано наблюдение у эндокринолога по поводу ее заболевания щитовидной железы, отчего она отказывается и лечится самостоятельно, не доверяя рекомендациям специалиста. С пациенткой неоднократно проводилась беседа по поводу ее неуважительного отношения. Ситуация не изменилась. Ей было предложено проходить лечение по месту жительства, отчего она отказалась и настаивает на лечении у медицепетрова. Также была проведена комплексная гериатрическая оценка. Пациентка наблюдает у себя хронические заболевания и нарушения. Это артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, нарушение мочеиспускания, идентификации, нарушение слуха, нарушение зрения, проблемы с пережевыванием пищи. Жалуется, что постоянно испытывает хроническую боль, требующую приемы НПВС. Однако при опросе, какие она принимает ежедневно препараты, ни одного обезболивающего препарата она не назвала. Также по тем же шкалам была проведена комплексная гериатрическая оценка. Результаты представлены на экране. И по данным результатам можно сказать, что у пациентки вероятно когнитивное нарушение, вероятно депрессия, снижение инструментальной активности и опасность недоедания. Спасибо за внимание. Да, конечно. Нажимайте. Юлия Владимировна, можно я задам маленький вопрос? Вот смотрите, вы провели комплексную гериатрическую оценку, вы нашли когнитивную дисфункцию, нарушение питания. Вы что-нибудь назначали или был ли вам кто-то в помощь, кто бы вам помог решить вот эту проблему? Я понимаю, что вы не гериатор. Да. Есть ли у вас кто-то, кто вам может помочь в этом? На данный момент у нас таких специалистов в центре нету. Все, приходится принимать решения самостоятельно. Можем только назначать дополнительное питание пациентам и, возможно, консультацию других специалистов в других центрах. Спасибо. Я и хотела сказать, что мы на самом деле хотели показать о том, что эти пациенты есть, они уже есть. И мы перед вами, гериатрами, психиатрами, юристами, хотим поставить вопрос, как нам поступать в данных ситуациях. Спасибо. 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 Спасибо.